МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В большей степени это касалось шестой-седьмой строчки группы А, так как в то, что Гродненский Неваном играет столичную мельчанку, да еще и в твоих гостях, в это верилось в труду. А вот в то, что в других парах команд возможны неожиданные результаты, это вполне. Сразу скажем, что в парах жемчужно-полезья надежда и прибужья коммунальник главенствовала, на наш взгляд, тактическая борьба перед плей-офф. Возможно, нам это только кажется, но судите сами. Действующий обладатель Кубка страны у себя дома уступил со счетом 1-3 могилевчанкам, которая, конечно, способна на многое, но через много лет. Пока же эта команда не конкурент брестским спортсменкам, и счет, который вы видите на своих экранах, по всей вероятности прибужья, хотелось встретиться с могилевчанками и в плей-офф на стадии 1-4 финала. Но так полюбившейся всем лидерам отечественного волейбола могилев хотелось и нашей команде. И не то, чтобы она без борьбы отдала матч гомельской надежде, но жемчужная полезь играла без привычного ей в 2016 году блеска. И сразу скажем, счет 3-1 в пользу команды гостей. Безусловно, гомельчанки показывали хорошую игру, а пасующая Ольга Пальчевская так и вовсе экстракласс, но все же, все же. Если говорить о сетах, то первый волейбольный период завершился 26-24 в пользу гомельчанок. Тут следует отметить как прекрасную защиту, так и разнообразную игру. Опять же, повторимся в первую очередь благодаря своей новой опытной пасующей. Что говорить, если Екатерина Антонченко отказала первым темпом так, как она это не делала, наверное, последние 2-3 года. Великолепно действовала и изящная нападающая левша Мария Жерносек. Тут же опытная Светлана Назарчук, обретшая второе дыхание Виктория Артемова, когда-то жемчужинка Алена Ермакова и чудные либера Анастасия Антасюк и Евгения Французова, которая одной своей улыбкой украшает весь белорусский волейбол. Мы сильно тренировались, готовились. Жемчужины навсегда интересные игры получаются. Наверное, настроились хорошо, все получилось, хорошо отыграли в защите. Ну, несколько провалов было в приеме, но, в общем, справились. Я думаю, эмоционально очень хорошо подошли к этой игре. Ну, вот и получилось. Гомельская команда в этом году играет с двумя либера. И вот как между ними Настей Антасюк и нашей собеседницей распределяются роли. Два первых темпа. Один меняет одна, второй другая. Ну, если игра какая-то не пошла, то кто-то один выходит играть. По всей вероятности, гомельчанкам придется в четвертьфинале, при удачном преодолении стадии 1-8 финала, конечно, встречаться с Брестским при Бужье. И вот есть ли шанс победить и этого грозного соперника у Евгения Французовой и ее команды? Можно ли ожидать еще одного сюрприза от Надежды? Я думаю, что мяч круглый и, конечно, можно ожидать. Будем тренироваться, будем стараться показывать хороший волейбол. Я думаю, у нас для этого все есть. Эмоциональный фон сейчас в команде хороший. Я думаю, у нас все получится. Тем более приятно сегодня победу было одержать. Во втором круге мы знаем, что «Жемчужина» никому не проигрывала. И это еще более, наверное, приятно – одержать победу над нашей командой. Неотъемлемой частью команды «Надежда» является Юлиана Орлюк – талантливая спортсменка, хорошо сыгравшая в тех эпизодах, когда она выходила на площадку. У нас очень давно не было игр. Мы так соскучились по ним, что все девчонки на таких эмоциях, все собрались. Тренировки были очень усиленные. И поэтому, видимо, такое было желание больше выиграть, чем там показать какую-то красивую игру. И вот, и так получилось. В каких элементах волейбола Надежда была лучше «Жемчужиной» по лесу? Чем была отличная команда-победительница? Ну, девчонки сегодня очень неплохо сыграли в защите. С приема-подачи тоже неплохо было. Ну, и в нападении тоже девчонки у нас молодцы, отбомбили. Очень красиво. Так как на площадке встречались команды из одного региона, то игра попадала под определение «Дерги» и, наверное, носила особо принципиальный характер. Но думали ли об этом сами спортсменки? Это было желание. Ну, просто хотелось выиграть. Сколько можно уже проигрывать? Уже конец сезона, и надо хоть как-то себя показать. Конечно, жалко, что мы показали себя в конце сезона, но мы можем. Отличное настроение после матча было и у Екатерины Антонченко, которая провела, пожалуй, лучшую игру за последние несколько лет. Естественно, мы имеем в виду те игры, которые мы видели воочию. Наша победа связана с тем, что мы на самом деле настраивались, работали, все моменты прорабатывали команды «Жемчужины». Нам очень помогла Оля Пальчевская. Она опытный игрок и поддерживала команду, давала какие-то ценные наставления. Все девочки старались на самом деле показать хороший уровень в сегодняшней игре. Приятно удивила оборона надежда, которая никогда не была столь впечатляющей и надежной. Не, на самом деле мы на защите работали. Это все время и в усиленном режиме. И как-то так уже пора все-таки не пропускать мячи мимо себя. Впереди плей-офф, который для надежды начнется со стадии 1-8 финала. Затем, по всей вероятности, четвертьфинал. А далее, быть может, и место в квартете сильнейших. Конечно, мы настраиваемся. Мы будем стараться выигрывать и вперед, и вперед. И не исключено, что мы попадем выше. Не могли мы не спросить и о букете в руках Кати. Ведь видно, что неспроста она во время интервью была с этими прекрасными розами. Спасибо моему поклоннику из вашего города. Диму зовут. Побоялся лично вручить, но передал через девчонок. Спасибо, Дима, большое. Ну что же, кому-то розы, кому-то шипы. Хотя свои букеты волейболейской жемчужной полейсии еще получат. После окончания сезона на церемонии награждения, будем надеяться. Ну, сегодняшняя игра, по сути, нам ничего не решала. У нас сейчас главная задача – это подготовка к плей-офф. Поэтому тренер, главное, старается обыгрывать всех игроков, игроков замены. Потому что мы должны себя уверенно чувствовать на ответственных играх все-таки. Впереди у наших жемчужных сбор в Польше, где наряду с тренировками команду нефтеперерабатывающего завода ждут матчи с сильными польскими командами, в том числе и сильнейшей лиги. В Польше всегда есть чуть другой уровень, поэтому для нас это будет на пользу. Мы попробуем, поиграем, наиграемся все. Я думаю, что это будет, пойдет нам на пользу этот сбор. На взгляд Яны, которая уже имеет опыт игры с польскими командами. Какие различия есть между тамошним волейболом и нашим белорусским? Там немножко другое, там более скоростной волейбол, более, немножко быстрее идет распасовка, ну, связки играют быстрее. Надеемся, эти матчи будут полезны нашей жемчужной Полесе, которая, кстати, потерпела в матче с Надеждой первое поражение 2016 года. Ну, я хотел, конечно, в первую очередь поздравить наших соперников. Конечно, команда преобразилась по сравнению даже с первым туром, где мы играли в Гомеле. На площадке, помимо основной связки, еще три игрока, которые не играли с нами. То есть получилось четыре команды, новая команда. И они очень сегодня здорово сыграли, выбили нас с приема. Да, у нас была, может, где-то быть даже первая партия, которая решила исход этого, может быть, матча. Но, по большому счету, не будем лукавить, конечно, турнир на таблице нам этот результат ничего не решает. Мы больше дали нашим игрокам второго состава поиграть. Хотели, чтобы они больше наигрались, потому что впереди плей-офф, впереди четверка, очень длительная концовка чемпионата. И так что нужно расставить силы, чтобы прийти к максимальному результату. В успехе «Надежды» большую роль играют главный тренер этой команды Людмила Никитенко и начальник гомельского любовной дружины Александр Пахтусов. Это отметить необходимо. И, кстати, в этом матче не только играли команды из одного региона. Судейская бригада представляла Гомельскую область. Да, игра получилась несколько... Ну, ожидания были другие. Но, тем не менее, да, у «Жемчужины» по лесу, видимо, мотивация немножко уже снижена. Место ее на предварительном этапе определено в турнирной таблице. А «Надежда» Гомель, с приходом Пальчевской, игра команды преобразилась и разительнее. Она добавляет... Я часто вижу эту команду просто, и она добавляет буквально от игры к игре. Будем надеяться, «Надежда» будет играть все ярче. И скоро этот клуб станет завсегда тайм решающих матчей, чемпионат и Кубка страны. Для развития волейбола в Гомельской области это очень важно, чтобы кроме нашей «Жемчужины» по лесу в Гомельской области была еще одна команда, которую можно причислить к элите отечественного клубного волейбола. Чем больше команд появляется, будем говорить, в нашей области, в любой области, это идет только на пользу и волейболу в целом. И, значит, это говорит о том, что больше людей вовлекается, детей больше занимается. Есть откуда взять игроков. Создаются команды. Только плюс в этом. Ну что же, лучше не скажешь. А завершая рассказ о первом соревновательном дне тура, отметим, что «Менчанка» у себя на площадке со счетом 3-1 обыграла Гродненский «Неман». И таблица в плане занятых командами мест осталась без изменений. Второй день явился как бы продолжение дня первого. Только вот игра у «Надежды» не заладилась. Во всяком случае, того блеска, который был в первый игровой день, гомельчанки не демонстрировали. Однако «Мазырянки» были вновь обращщики гостеприимства. И после того, как они оставили за собой первую партию 25-23, настал черед побеждать гостям 25-20. С таким счетом завершился второй сет, уже в пользу команды Людмилы Никитенко. После вновь 25-23 и полейские болельщики, которые в второй день пребывали в недоумении от происходящего, воспрянули духом. Однако за этим последовали 25-22 и 15-11. Очередная чудесная победа «Надежды» и... Уж простите, что мы не рассказываем об игровых аспектах этого матча. Он уже прошел, как прошел этот тур, не самый славный в истории «Жемчужной Полессии». Правда, был и положительный момент, который заключался в предоставлении времени игрокам второго эшелона, которые получили отличную игровую практику, а результат в этом туре он для «Жемчужной Полессии», кажется, стоял не на первом месте. Конечно, это, наверное, за 4 года первый тур, когда он не влияет на расположение наших таблиц, не влияет на результаты, где-то были эксперименты, где-то... Мы идем дальше. Мы готовим наших игроков к дальнейшим играм. Впереди 4 подряд четверки, где работы хватит всем. И, в принципе, у нас есть возможность именно поэкспериментировать и дать возможность получить игровую практику всем девчатам. Доволен ли Михаил Михайлович той игрой, которую показали молодые игроки его команды? Конечно, хочется прогресса и дальше, чтобы мы шли где-то, что-то получалось на этой игре. Мне очень понравилось вчера там две партии неплохо Гомеля играл, такие хорошие игры, затяжные розыгрыши были и мы, и с нашей стороны, и со стороны Гомеля. Поэтому, я думаю, вчера у меня чуть позрелищнее игра была, сегодня зрелищности было меньше, хотя счет 3-2. Но мы свои задачи решаем, я думаю, другие клубы тоже таким же самым путем идут, когда нет вопросов с расположением в таблице, поэтому дают практику получать всем. Продемонстрировали ли наши жемчужинки весь свой потенциал, все то, что они показывают на тренировочных занятиях? Ну, это как раз тот момент, где видны их типичные ошибки, на которые мы говорим, и хотелось бы, чтобы они с каждым годом уходили где-то в небытие. Но, к сожалению, наверное, какая-то цикличность есть, поэтому мы на этом останавливаемся. И здесь вот более подробно можно поговорить об ошибках по ходу встречи. Будем разбирать, будем показывать, потому что когда на замене длительное время, поэтому не все видно. Одно видно, что в тренировочном процессе это получше люди выглядят. Когда ответственность, когда уже нервное напряжение, то, конечно, результат немножко другой. Сразу после тура наша команда отправилась на сбор в Польшу, чтобы достойным образом подготовиться к стадии плей-офф чемпионата Республики Беларусь. Ну, в Польшу едем, он плановый был, конечно. К сожалению, нас за три дня до окончания чемпионата предупредили о том, что календарь будет меняться в интересе сборной, национальной сборной. Где-то переиграть уже у нас возможности нет. Основная задача сбора была подготовка к четверкам и к плей-оффам. Ну, наверное, к плей-оффам это будет в тему, а уже четверки будут после паузы. Ну, в принципе, все команды будут в одинаковых условиях, поэтому начнем, скажем так, с паузы. Уже ясно, что в четвертьфинале нашему клубу встречаться с Могилевским коммунальником, если тот успешно сыграет в 1-8 финала. И как видит главный тренер Жемчужной Полеси эти матчи? Как полноценную спортивную битву или своего рода тренировку? Это нормальная работа, это полуфиналы, до трех побед, каждая из команд настраивается, каждая хочет выиграть, поэтому мы проходили уже полуфиналы, и вы тоже, поэтому знаете, что это такое. Я по Польше еще двух словах хотел сказать, что запланировано там ряд матчевых встреч с командами разного уровня, даже где-то, наверное, чуть больше игр, чем планировалось. Ну, там и польская сторона просила где-то нашего участия, потому что уже есть заинтересованность с польской стороны, чтобы с нами поиграть. Ну, а мы используем эту возможность тоже где-то пошлифовать в игровой обстановке свои связи. Наши игроки ждут сбора в Польше с нетерпением и не сомневаются, что он принесет пользу в плане подготовки к раунду плей-офф. У нас очень плотный график на Польшу выдался. Мы выезжаем сегодня вечером, сразу после игры, все, собираем, собираем, едем в Польшу. У нас будет очень много товарищеских встреч, у тебя будет тренировок. Я надеюсь, мы наиграемся, наберемся очень много опыта и приедем, и будем достойно играть здесь, в четверке. Минувший тур Людмила рассматривает как полезный опыт, прежде всего, для молодых волейболистов, выходивших на площадку. Как никогда в этом году удалась такая возможность в ходе всех игр дать возможность поиграть второму составу. И поэтому сегодня мы увидели тоже счет 3-2, и поэтому девчонки все молодые играли, как получалось, и поэтому так сложилось. Думает ли о своем будущем спорте наш самый опытный игрок? У меня этот год выдался 10-й, юбилейный, как я приехала сюда. Я думаю, это не конец, я буду шагать только вперед, у меня открывается, как можно сказать, второе дыхание, я буду только шагать вперед и радовать своих болельщикам потрясающей игрой. Надеемся, уже в нынешнем сезоне мы увидим бесподобную игру Людмилы Капитан. А что до польского сбора, то его польза для любой команды белорусского чемпионата очевидна. Я считаю, что эта поездка, она очень огромный плюс, должна дать на то, чтобы мы поиграли, во-первых, попробовали свои силы с более сильными соперниками, с командами Польши, уровень там прилично выше. Мы посмотрим все свои расстановки, посмотрим, где у нас ошибки, где-то исправить, где-то подкорректировать прием, где-то на блоке больше поработать. Поэтому это огромный опыт, набраться мастерства от польских команд, поиграть там, потренироваться, это очень большой плюс. Оля набирает и набирает свою форму, и уже можно назвать «Мороз» одной из лучших волейболисток «Жемчужины Полеса», настоящим лидером полейской команды. Ее профессионализм и опыт, вне всяких сомнений, помогут нашей команде взойти на педесал почета республиканского чемпионата, а также послужат учебным пособием для тех игроков, чей профессионализм порой можно подвергнуть сомнению. Все готовимся к четверкам, потому что апрель будет напряженный, напряженный, поэтому я думаю, что весь пик формы мы должны показать именно за борьбу за медаль. Кстати, заключительный этап чемпионата страны, назовем его «Финал четырех», пройдет в апреле, и такой график игры каждую неделю связан с отборочным турниром чемпионата Европы нашей сборной девушек, а в ней ключевую роль играет Анна Гришкевич из Минчанки. А так как Анна выходит на площадку и в основном составит свои клубные команды, было решено дать ей возможность принять участие в обоих состязаниях. Верно ли это решение о переносе сроков финальных игр на взгляд нашей собеседницы? Ну, это вообще-то решаются все вопросы, конечно, на высшем уровне. Я думаю, что ущемлять молодежь тоже не стоит, потому что у них тоже большое будущее. Поэтому я думаю, что мы, в принципе, как команда опытная, мы можем где-то сдвинуться, где-то подвинуться, чтобы наши сборные, наши игроки, которые включены в состав других команд, должны тоже попробовать себя на международной арене. Поэтому если мы им не дадим шанса, то где же мы тогда еще играть? Надеемся, что вскоре в сборной команде страны будут играть и представительницы «Жемчужина» Полесья, и те, кто еще не привлекался в национальную команду. Возможно, этого права добьется и кто-то из тех воспитанниц джишора Мозорского МПЗ, кто получил шанс проявить себя, и всякое бывает, вдруг. Через несколько лет одной из спасающих сборной Беларуси станет Галина Корнеева, которая провела рекордное для себя количество времени в туре. У нас был шанс дать мне возможность поиграть, Михалыч его использовал. Ну, что-то получилось, что-то нет. Ну, в принципе, я довольна своей игрой. В зрительском ряду можно было увидеть и воспитанниц одноименной спортивной школы, в том числе и тех, кто сейчас учится в Гомеле. И вот за кого болели они, в частности, Анастасия Приходько. Болела я и за Гомель, и за Мозорь. Мозорьская команда сегодня немножко у них что-то не получилось, но Гомельская команда очень серьезно настраивалась на эту игру, поэтому девочки этого хотели, они добились чего хотели, могу их поздравить с этой победой. Но Мозорю удачи в следующих играх, чтобы они играли точно так же, как играли раньше, и добивали своих результатов побед. Не забывает ли про волейбол Настя? Что дала эта игра ей? Воспитанница из дюшор Мозорского НПЗ «Женчужнополеса». Волейбол – это для меня очень запоминающийся какой-то период времени. Я сейчас до сих пор играю в команде своей в Белгуте, там, где я учусь. Не забываю ни в коем случае тренируюсь для себя, для команды, потому что волейбол – замечательный вид спорта. Ну что же, волейбол – действительно прекрасный вид спорта. И будем надеяться, что на Мозорщине он станет только развиваться. Кстати, уже упомянут сбор в Польше, а он не первый в истории нашего клуба, в том числе и популяризация белорусского, мозорского спорта – профессионального спорта нашего нефтеперабатывающего завода. Польский чемпионат очень сильный, поэтому едем именно в Польшу, чтобы подготовиться перед плей-оффами. В завершение слово капитану нашей команды – Анне Капко, которая, напомним, в этой стране блестяще сыграла на чемпионате Европы 2015 года в составе национальной команды Республики Беларусь. Я думаю, что сбор важен, потому что мы будем играть, у нас будет много спаррингов, и это команды уже не те, к которым мы привыкли в чемпионате, это новые команды, и мы должны будем под них подстроиться, показать свою игру. Я думаю, что нам очень эта практика игровая будет важна. Коснулись мы в беседе с Анной и отличия польского волейбола от белорусского, а также мячей, которыми играют наши клубы и клубы польских. Конечно, польский волейбол немножко отличается от нашего, он по скорости быстрее, там, мобильнее в защите, ну, как-то мобильнее команды, наверное, они меньше своих ошибок делают. Мячи отличаются, но Орленлигой, например, они играют, как и мы, Микасами, а Первая Лига у них играет Молтонами, они немножко отличаются, ну, и фирма отличается, по весу отличается. Немного отличемся непосредственно от игр и отметим появление оригинального календаря, который появился у Жемчужины Полесе в преддверии этого тура. Появление этого календаря было нашим подарком мужчинам на 23 февраля. Мы решили в этом году не дарить какие-то банальные подарки, а сделать что-то оригинальное. Отметим, что идея и авторство этой яркой и по-настоящему высокохудожественной работы принадлежит прекрасному фотографу и доброму другу Жемчужины Полесе, Геннадию Ивановичу Ястремскому. Спасибо ему, а также нашей команде, которая несказанно порадовала болельщиков нашего клуба этим сюрпризом. Возвращаясь к чемпионату страны, отметим результаты в Минске, где столичный клуб обыграл Гродненский Неман, а также ожидаемое поражение в Бресте. Там местная прибужья уступила коммунальнику, играя молодежным составом, в том числе и за тем, чтобы перевлечь внимание общественности к своим проблемам, которые не пристало место быть в таком славном клубе, да еще представляющей известной всему миру город Брест. Что до турнира на таблице, то она после первого этапа чемпионата приняла следующий вид. Первое место заняла столичная Минчанка уже не первый год подряд. На втором месте наша Жемчужина Полесе, третье место у прибужья Локомотива из города Брест, на четвертом месте Атлант, пятое место Неман Горгу, шестое место Надежда и седьмое коммунальный Могилев. Ну что ж, дорогие друзья, вот это был такой тур. И на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение. Евгений Монархович и Вячеслав Пересыпкин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин